В данном видео мы с вами рассмотрим в краткой форме составляющие человека согласно учения буддизма. Более подробно смотри видео, которое называется «Концепция души человека в буддизме». Ссылка есть в описании. Первая составляющая — Виджьяна, бесформенное сознание. Бесформенное сознание характеризуется тем, что не является духовной личностью, бессмертной душой или духом, но является непрерывным потоком сознания, уподобляясь реке, и проживает жизни, перевоплощаясь в разные тела согласно кармического закона. Виджьяна не имеет физической или духовной формы, но уподобляется информацией. Виджьяна не является также коллективным сознанием, но имеет свою индивидуальность, содержит в себе опыт прожитых жизней разных тела. Следующая составляющая — это Кайя, материальное тело. Человек имеет материальное или, другими словами, физическое тело. Физическое тело человека — это всего лишь одно из множества тел в сансаре, в которых перерождается универсальное сознание — Виджьяна. В сансаре есть следующие типы материальных тел — это Дева, это Асур, Человек, Животное, Пред, Нарака. Следует отметить здесь такой интересный момент, что эти тела состоят из разных типов материи. Например, тело человека и животного состоит из физической земной материи, а тело Дева или Асура — из уточненной невидимой человеческому глазу материи. Следующая составляющая человека — Манас, нематериальный ум. Манас образуется в момент перевоплощения универсального сознания Виджаны в очередное материальное тело. Манас имеет важное значение, потому что является связующим звеном в теле человека между универсальным сознанием и индивидуально-эмпирическим сознанием. Также следует отметить, что Манас в себе содержит личностные качества человека, такие как черты характера, темперамент, склонности, предпочтения. Манас является центром принятия решения, где человек решает, что выбрать, что сделать и что осуществить. После физической смерти человека Манас перестает существовать. Итак, мы с вами закончили рассматривать учения буддизма о составляющих человека. Каждый из нас может сделать свои личные выводы, конечно. Лично мне сложно согласиться с таким учением, но эта тема уже для другой передачи. Сиддхарта Гаутама, или другими словами Будда, основатель буддизма, был очень уверен в истинности своих взглядов и в своем учении. И однажды он сказал следующее. Все вы идете к истине различными путями, а я стою на перекрестке и ожидаю вас.